Алиса Нечаева Поэтому мой дом сейчас там, где живет мой муж, допустим, там, где моя семья Но для этого момента это Москва, а как будет дальше, кто знает Евгения Абрамова, Girls Привет, лисичка, знаю, что ты занимаешься спортом каким и сколько раз в неделю Ей такой же вопрос задавала Карина Рина Ну, я ходила в тренажерку довольно долгое время Потом, после переезда сюда, мы пока еще не определились со спортзалом Поэтому я просто занимаюсь дома, у меня есть велотренажер У меня есть коврик для йоги, я люблю иногда позаниматься йогой Ну, как-то так, немного хожу, да Какую еду ты 100% не будешь есть в своем АСМР? Ну, вот, наверное, окрошку и не буду Еще у меня очень плохо идет все очень острое То есть, если острая еда, какие-то острые крылья типа из KFC То я вообще прям умираю, я не могу такое есть Юля спрашивает Расскажи какую-нибудь интересную, запоминающуюся, смешную историю из жизни Поступают ли тебе предложения о рекламе? И с какими блогерами ты бы хотела пообщаться лично? Про рекламу сразу скажу У меня была пока только единственная реклама Это были линзы, суперглазки Больше пока предложений не было С какими блогерами? Ну, наверное, мне было бы интересно пообщаться С западными айсмортистами Именно вот, которые снимают рейтинги С той же Hungry Cakes, например Мне было бы очень интересно с ней познакомиться лично Ну и про смешную Интересную историю из жизни Со мной постоянно, ребята, происходит какая-то такая ерунда Муж называет меня Человек-авария Вот сейчас расскажу кратко, почему Потому что, вы знаете, если что-то где-то упало, разбилось, разлилось Это вот сто процентов была я Короче, как сам меня оставил дома И поехал на СТО, по-моему Ну, вообще не важно, куда-то поехал А я решила подклеить свой кроссовочек У меня были любимые такие ярко-красные кроссовки Я их обожала Но они, с одной стороны, начали немножко расклеиваться, отходить А у меня, значит, в одной руке кроссовок Второй вид, у тебя к суперклеем А он был не новый И там вот этот носик, он сбился Ну, любой бы нормальный человек, он пошел бы иголочкой проткнул И все было бы хорошо Но нет Я же не ищу легких путей Но я начала посильнее, короче, надавливать В общем, в итоге Уголочек От тюбика, он прорывается И вот такая струя своей приклея Прямо в глаз мне качет В правый Я в таком ужасе бегу в ванну Понимаю, что Ну, вода как бы тут не поможет Надо каким-то, ну, чем Или растворителем, или чем-то таким Короче, я звоню мужу Говорю, блин, у меня такая проблема У нас дома нет растворителя Он В смысле? Зачем тебе растворитель? Я говорю, да я тут это Собралась подклеить себе кроссовок А случайно заклеила глаз Он говорит, боже, я тебя оставила на 10 минут Что? Ну, 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 что? Вот как так можно вообще? В общем, я с горем пополам Разлепила, там, поводирала Куски этого суперклея Глаз, слава богу, не пострадал Пострадали, естественно, мои ресницы Частично И кусок Моей брови Ну, нормально Все потом отросло Вот такое Вот такие вот истории Со мной происходят постоянно Не знаю почему Так, Китти Геол Есть ли в вашей семье традиции? Нет, у нас никаких Честно говоря, я не могу вспомнить Какие-то особенные там Прям супер традиции Нет, ничего такого Расскажи подробнее про своего котика И какую-нибудь смешную с ним ситуацию Если сможешь, передай мне привет Привет тебе, Китти Геол Котик у меня, надо сказать Это вот, знаете, говорят, что Домашние животные похожи на своих хозяев Вот котик — это прям копия моя Когда-то еще в Донецке Он был еще маленький Где-то годиком он был У меня печка там была такая газовая То есть, ну, с огнем Я что-то готовила А Антоша, он я вот когда Чем бы я ни занималась Он постоянно рядом где-то трется Ему все интересно Все надо знать Везде надо свой носик свой сунуть Посмотреть Короче, он крутился вокруг меня Там, вокруг этой плиты И я даже не заметила вообще Как это произошло Ну, короче говоря, я отвернулась А он у меня такой довольно пушистый В общем, я поворачиваюсь и вижу Что у кота, ну, натурально горит хвост Прям вот конкретно так полыхает И он сидит такой спокойный Потому что, ну, шерсть как бы длинная Видимо, оно там еще до кожи ему не дошло Просто вот он начинает Горит Кобец Я им быстренько потушила Плеснула на него водой с кружки Ходил он потом с несколько таким Обгревшим хвостом Котик, в общем, тоже у меня такой аварийный Мария Касаткина Почему тебе стал нравиться именно такой формат видео Где что-то кушают, причмокивают И, короче, вот говоря, итинг Потому что у меня ASMR-эффект возникает Только от итингов То есть никакие там постукивания, тринкеры Вот это все на меня не действует А мурашки у меня бегут только Когда я смотрю, как кто-то ест Причем это с детства такая штука со мной Я всегда любила слушать, как это яблоко Знаете, хрустит У меня всегда прямо ша-ха Вот так вот передергло Фатима Мамедова Чем занимаешься в свободное время? Какое твое хобби? Передай мне привет Привет тебе, Фатима Мамедова На вопрос, чем занимаюсь, уже ответила Евгения Абрамова, Геолс Что будешь делать, если вдруг сломается твоя маска? Не знаю Я с ней очень аккуратно обращаюсь У меня уже один раз оторвалась Вот одна завязочка Я ее подклеила И постараюсь, чтобы она не развалилась Но она вообще-то такая довольно прочная Не знаю, с чего она сделана Но она такая прочненькая Вика Лапина Как ты снимаешь видео в такой тишине? Ну, как бы тишина относительно, ребята Насколько это можно создать в обычном многоэтажном доме Потому что, естественно, у меня есть соседи, которые У меня такое ощущение, что они прям вот выжидают момент Как я начинаю снимать И устраивают там всяческую феерию Крики, грохот, мебель какую-то двигают Стены сверлят Ну, в общем, тишину мне удается создать Только в рамках своей квартиры То есть на соседей я никак не могу повлиять Нелли Дро У меня есть вопрос Ты думала, что за такое короткое время У тебя наберется 10 тысяч подписчиков? Нет, не думала Тем более, что первая тысяча у меня как бы Набиралась довольно-таки долго Это было в течение где-то трех месяцев А потом как-то вот оно так пошло-пошло Понарастающе И я безумно этому рада, конечно же Анастасия Д Если вы сейчас не работаете, то чем занимаетесь днем? Да вы знаете, как-то находятся дела Во-первых, я через день стараюсь выпускать видео Как бы это все то же время Да, во-вторых, постоянно что-то такое случается Что требует времени и внимания Не знаю, мне в общем не скучно пока дома Как вам роль жены? Что изменилось в жизни после замужества? Особенно если до свадьбы не жили вместе Мы до свадьбы прожили чуть больше года Поэтому как бы быт для нас проблемой там не стал Что изменилось после замужества? В худшую сторону ничего В лучшую только пришло осознание Что теперь мы там не просто встречаемся А у нас уже полноценная семья Это как-то вот такое очень приятное ощущение Это круто, короче, ребята Женитесь Так, любите ли вы убирать? Ну, конечно, нет Как-то я к этому вообще нет У меня тяги Ну, понятно, я это делаю У меня чисто Но я не люблю Любимые магазины одежды? Это все вопросы от Анастасии Д Мне нравится Манго Мне нравится Зара H&M Ну, вот какие-то такие Не супер топовые прям магазины Как противостоять негативу, зависти и лицемерию? Самое главное Это не опускаться до уровня негативщиков, завистников и лицемеров Потому что переиграть их таким же оружием у вас не получится И не надо вообще, не стоит этого делать Знаете, как есть такая поговорка Не бросай грязь в того, кто кинул тебя Потому что до него она обратно, может, и не долетит А на твоих руках останется Это правда Не надо как бы просто до этого опускаться Вот и все, все будет хорошо Кому вы можете доверять? Ну, конечно, это в первую очередь мои родители Мой муж Это те люди, которым я прям на 100% доверяю Просто Мотя Есть ли планы на будущее насчет 3Dio Искусственные ушки с микрофонами? Это вот такой, насколько я поняла, двойной микрофон Где с каждого края по ушку Да, я хотела бы такую штуку Это очень круто Вообще, в принципе, ребят Мне, конечно, хотелось бы улучшить качество видео И картинку за счет света, допустим, профессионального И я постепенно, 100% буду это приобретать Просто не все сразу, понимаете Есть ли любимый соус? Да, сырный Анна Смирнова Сколько времени ты тратишь на обработку видео? Говорила уже, да? То есть, ну, смотря какое это было видео Если это стандартное, вот такое обычное Когда я что-то ем То это недолго Вот этот Q&A, который я вам записываю Я 100% буду монтировать очень долго Потому что много вопросов А так обычно, то есть, ну, до получаса это у меня занимает Екатерина Фатеева Как ты придумываешь идеи для АСМР? Ну, идея-то у меня, в общем-то, постоянно одна То есть, я сижу в кадре и ем еду А вот какая будет еда Ну, либо сама придумываю, да Либо беру что-то из запросов подписчиков Камила Турдива С кем бы из знаменитостей ты бы хотела поменяться телами на 24 часа? Очень интересный вопрос Наверное, с каким-нибудь роковым голливудским красавцем Именно мужчиной Мне было бы интересно Мне кажется, это прикольно Ну, какой-нибудь Том Харди или Киан Ривз Лучше Том Харди, конечно Люблю Екатерина Кислова И Ника Миллс задавали такой вопрос Почему именно Лиса? Лиса меня называет муж Это он придумал Не знаю почему Говорит, похоже И как-то у нас это вот настолько прижилось Что, ну, он как бы чаще меня Лиса называет Чем по имени, на самом деле Фердинанд Грау и Мария Рязанова Что с ногтями, любишь ли ты их грызть? Каюсь, ребята Была такая темная страница в моей биографии Я все детство и, наверное, всю школу конкретно грызла ногти Поэтому я влюблю вот Даже посидения у меня короткие Ну, когда было модно, знаете, вот эти нарощины Я наращивала, когда в институте училась А так сейчас мне комфортно, когда короткая длина Я просто либо делаю гель-лак, либо просто их крашу Дарьяна Надырова С какими стереотипами ты столкнулась, когда начала снимать видео Или же наоборот, что оказалась мифом в таком творчестве Когда начала ютуб-деятельность Не могу сказать, что меня что-то удивило, допустим В реакции зрителей Или в том, как публика, в принципе, принимает такой контент Я знала, что так будет То есть это направление СМР и вот именно етинги Оно не очень у нас еще популярно Не все его понимают, не всем оно нравится Поэтому я была к этому готова Сказать, что что-то меня прям там Кардинально прям так поразило У меня такого не было Как заряжаешься позитивом, когда грустно Конечно, в первую очередь Это ем что-нибудь сладенькое Какую-нибудь шоколадочку Можно выпить бокал винишка Это тоже всегда поднимает настроение У меня есть какие-то там Туп-10 таких любимых проверенных фильмов В перемешку советские и несоветские Которые я смотрю, когда мне грустно Вот посмотреть что-нибудь такое И настроение поднимается Дарина Элис Мои вопросы До какого класса вы учились? И такой же вопрос задавала Кристина Микова Я училась до 11 класса И закончила полностью школу На какие оценки закончили школу? Сказала уже, золотая медаль у меня была Обижали ли вас ваши одноклассники? Нет, не обижали Как-то мы мирно сосуществовали Все хорошо было Павел Смит Кухня какой страны ваша самая любимая? Как много вы путешествуете? Ну, до сих пор как бы не сильно Много довелось мне попутешествовать Надеюсь, что в будущем мы это исправим Кухня какой страны мне нравится Я люблю очень итальянскую кухню Японская кухня мне нравится Очень полюбила, пока мы жили в Владивостоке Китайскую кухню Вот прям вкусненькая Саша Бум Знаете ли вы про предложение мюзикл? Если да, то будете ли вы туда Когда-нибудь снимать клипы? Не знаю, что это такое Ребята, ничего не могу сказать Эхо Москвы Привет, привет У меня вопрос Вы в Москве снимаете квартиру или у вас своя? На данный момент мы снимаем Но задумываюсь уже о покупке своей Виктория Пекарски Ты пробовала кенгуру? Нет, мясо кенгуру я не пробовала Полина Передай мне, пожалуйста, привет Привет тебе, Полина Это не касается наклонности твоего канала Но ради интереса хочу спросить Какой твой любимый цвет? Зеленый Очень люблю зеленый цвет Если в одежде, то мне нравится черный Красный Ну, как-то так Алина Акаева Ты оптимист или пессимист? О, ребята, я пессимист Причем такой, знаете, из серии Вот все пропало Клиент уезжает Гипс снимают Шеф, все пропало Это просто Хорошо, что муж у меня оптимист И он в этом плане меня немножко уравновешивает Умеешь ли ты готовить торт? Я вообще с выпечкой как бы так сильно на вы, честно говоря Потому что тесто, вот это вот все Не всегда у меня выходит так, как хотелось бы В принципе, да, могу 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 и Наполеон И Всякое такое Ну, не очень люблю это Lil Pump Forever Как твое здоровье? Ну, спасибо, пока все хорошо Грешник спрашивает Лисенок, скоро ли стримы? Не знаю, ребята Я пока морально к этому готовлюсь Плюс у меня нет веб-камеры Ну, вообще, конечно Хотелось бы попробовать Но Надо, короче, до этого дойти Ангелина Петрова Шахласа Биева Настенька И Сец Спрашивает Сколько ты зарабатываешь в данный момент И получаешь ли ты прибыль с Ютуба? Нет, ребята У меня не подключена монетизация Не зарабатываю ни копейки От того, что вы меня смотрите Я вешу уже больше месяца на проверке у Ютуба Для подключения монетизации Ну, как бы Пока это все чисто на энтузиазме держится Ням-ням Передай привет Анжеле Привет, Анжела Вопрос Самое яркое воспоминание с детства Самое вкусное, что ты ела на своем канале И в какой стране ты мечтаешь жить? Знаете, я когда была маленькая Мы Прям совсем маленькая Мы довольно бедно жили с родителями Я помню, мне очень хотелось Какую-нибудь такую Настольную прикольную игру Вот, чтобы с кубиками С фигурками Знаете, такие Сейчас их куча А тогда это были 90-е Во-первых Их как-то и не было А если были, то они очень дорого стоили И я помню, я болела То ли ангиной, то ли чем-то Ну, чем там дети обычно болеют И мой папа на такой вот громадной коробке И на крышке коробки из-под маминых сапог Была большая такая крышка картонная Он нарисовал мне игру Вот такую, знаете, с квадратиками Вот, чтобы ходить там по этим клеточкам Куча было там всяких интересных штук Там типа, если ты попал на эту клеточку То ты на парашюрчике спустился там вниз И все такое А там итогом было спасение принцессы Из замка от дракона И мы играли втроем Используя при этом Игрушки от киндеров Как фигурки И это было очень круто Вот не знаю, почему-то неожиданно об этом вспомнила Когда прочитала этот вопрос Так, а что она там еще спрашивала? Самое вкусное, что ты ела на своем канале Да, ребят, у меня все вкусно, честно говоря Я выбираю такую еду, которая мне нравится Если она мне не нравится Я же не смогу ее есть Как бы поэтому В какой стране ты мечтаешь жить? Я даже не знаю Мне бы хотелось просто жить там, где Рядом будут все мои близкие Мне бы очень хотелось жить рядом с родителями Все-таки Поэтому Тут не вопрос в какой стране Вопрос Кто будет рядом Евгений Деныш Привет, Лиса Вопрос такой Боялась ли ты создавать свой канал? Да нет, не боялась Ну, мне было, конечно, все это в новинку Несколько как бы неудобно Там поначалу все снялось И все такое А потом вообще прям Как за здрасте Слайм Сах Сах 65 слайм Какое мясо ваше самое любимое? Говядина Однозначно Леоко 207-10 Будут ли триггеры? Не знаю Ребята, я вам уже говорила неоднократно Что я не понимаю вот этого вот формата АСМР Когда там что-то постукивает Поскрипывает Вот это вот все Вот оно не для меня Правда И объясняла уже, да Что поскольку я сама не понимаю Такой формат Я не смогу выдать вам годный контент Но меня не АСМРит От этих триггеров Соответственно Как я смогу что-то сделать такое Чтобы это АСМРило вас Сильно ли затратно покупать продукты для видео? Да нет, не сильно Как бы я не ем там никаких лобстеров И чего-то такого Прям супер-пупер дорогого То есть в принципе Каждое мое видео Ну оно там укладывается в бюджет Ну 500 рублей точно Армелина ППС Любишь ли ты собак И завела бы себе Ну вообще как бы я больше котиков люблю Но если заводить собаку То это однозначно была бы Шибаину Знаете, это такая хатика Вот эта Шибаина порода Ой, как они мне нравятся Они такие классные вообще Мисаки Рицу Что насчет кавказской кухни Будет ли она у тебя на канале Но у меня уже было хачапури по-аджарски Уже были хинкали Которые вызвали прям бурю общественного негодования Почему-то Шашлык у меня был То есть я в принципе как бы люблю кавказскую кухню Поэтому да, она у меня уже есть и будет Александра Нестеренко Как зовут его мужа Уже решили, что не скажу Какая у вас погода Ну такая Еще как бы не слишком тепло Но уже солнышко почаще выглядывает И в принципе можно сказать, что весна Хочешь ли ты помимо своего кота Завести еще животное Да, очень хочется второго котика Юлия Семенова Расскажи, хочешь ли ты переехать в теплую страну И в какую Я как-то даже не думала об этом, ребята Честно говоря Не знаю, наверное нет Потому что все-таки Вот этот чужеродный климат Там, где постоянно тепло Да, он все-таки для нас непривычен Поскольку мы родились в таких средних широтах И перестроиться организмом будет сложно Ну что если там жить уже на постоянной основе Так, следующие три вопроса От моей подписчицы DarkNurse Это Валя Привет тебе, Валя Она задала мне там 21 вопрос Причем такие они все монументальные Я попросила ее выбрать Три из них какие-то самые важные Так, вот первый Расскажи о своем мировоззрении А точнее о религии Ну уже рассказала про религию Что тебе важно о людях В тех, с кем ты общаешься И каким нужно быть человеком Чтобы тебе привлечь Чтобы тебе было интересно с ним общаться Я очень ценю людей с чувством юмора В первую очередь И людей не глупых Мне нравятся начитанные люди С которыми есть о чем поговорить Есть что обсудить Есть над чем посмеяться И ну такое О любви Что это для тебя И может ли она по твоему мнению закончится Любовь для меня в первую очередь Это не только страсть И какая-то химия Потому что все это проходящее Любовь это, наверное Когда тебя понимают Когда ты с человеком на одной волне Когда ты какую-то фразу начинаешь говорить А он ее заканчивает И вот Когда вам не скучно никогда вдвоем Даже если вы просто молчите Это как это единство Любовь это единство и гармония Следующий вопрос от нее же Как изменилась твоя жизнь После ведения канала Понятно, что изменилась Я говорю Возможно изменение отношения к людям Или пересмотрение того Какими они могут быть Появление совместно с каналом Каких-то новых смыслов и радостей Может ты нашла друзей Может получилось узнать то, что не понимала раньше И тому подобное Да, несколько человек В том числе Валя Есть у меня еще одна Очень теперь Такая важная для меня подружка Кристин Это те люди С которыми я познакомилась Когда начала вести канал Я начала вплотную общаться с ними И мне очень это приятно И это важные для меня люди Кто ты по темпераменту Почему-то я ставлю на сангвиника Но могу ошибаться Я даже не знаю Когда мы в школе проходили Вот эти тесты На определение темперамента Да, я была сангвиником По-моему, если я не ошибаюсь Сангвиник это Тот тип, который совмещает В себе всего понемножку И от холерика И от меланхолика Но могу сказать Вот чего во мне нет Так это флегматика То есть Вот Если уже определять То, наверное, я либо холерик Либо сангвиник Потому что я такая взрывная Довольно с таким характером Склонным С лишней эмоциональности Олег Белый Привет, Лиса Первый вопрос Что за часы? Вот эти, да, я так понимаю Это ГЕС Ну, как бы ничего обычного Но я их люблю За сколько вы купили маску? Я уже не помню точно Но она была не очень дорогая Что-то там вообще В районе 200 рублей На самом деле Я хотела себе найти Прям вот конкретно Маску Лисы Такую, возможно, даже вот Оранжевую Ну, там с кусочками Со вставками Какой-нибудь меха искусственной Но я такое не нашла Делать это под заказ Мне было лень, честно говоря В общем, я какую-то такую нашла Купила и полюбила ее Алина Сорокина Я верю только в то, что могу увидеть А веришь ли ты в сверхъестественное Происходило Или что-то необъяснимое с тобой Я верю Сверхъестественное Но со мной такого, слава Богу Ничего не случалось Потому что, зная мою как бы Боязнь Темноты И вообще вот этих всех вещей Я и так себе Бог знает что накручиваю Обычно Когда в темноте Я нахожусь одна А так, тем более Нет Со мной такого ничего не случалось Но я в это верю Да Килшот Такой вопросик Где ты провела детство? Насиба Балат Или Насиба Балат Задавала такой вопрос Из какого я города Я из Донецка, ребята Лёлька Я живу в Владивостоке Вы сказали, что жили под Владиком А где? Не буду называть городок, ребята Но он как бы в 300 километрах от Владивостока Маленький портовый город Как бы название вам ничего не скажет Население Что-то там полторы тысячи человек всего В общем, там три улицы Порт И два магазина Всё Это был прям совсем маленький посёлок Камила, Камила Какой твой любимый фрукт? Яблоко, наверное Да, я больше всего яблоки люблю Если ягода, то клубника И любишь ли ты ткемали? Ткемали это соус, да? Он такой кисленький, по-моему Насколько я помню В принципе, да Почему нет? Вообще люблю соусы Кристина Мик Кто назвал котика Антон? Кота звали изначально Ахиллес Но как-то в процессе жизни Он претерпел вот Трансформацию в Антона Не знаю, почему так получилось Это я в Киеве тогда жила У меня на время останавливались друзья Около месяца у меня жили Пока там сами себе не подобрали квартиру пара Они сейчас, кстати, тоже уже поженились И вот что-то как-то с их лёгкой руки Он всё время Антон, Антон В общем, так он Антоном и остался Мария Мазыченко Смотрит ли твои видео муж? Нет, не смотрит Аня Кулик Почему ты не показываешь своё лицо полностью? Не потому, что у меня там какой-нибудь ужасный нос кривой Поломанный Нет, ничего такого Просто, не знаю, для загадочности Чтобы вам было интереснее Чтобы мне было интереснее Анель Зейнулина Смотрите ли вы сами свои видео? Но только тогда, когда монтируют То есть потом я редко их присматриваю Потому, что саму от себя, естественно, не эсэмерит Милена, Милена Как ты выучила английский язык? Я в институте изучала По углублённому курсу Ходила на курсы дополнительно ещё Ну, в принципе, всё Фурику Ела ли ты странную еду, которую русские вряд ли попробовали бы? Ребята, ничего Честно, даже не могу ничего Такого странного Прям суперстранного вспомнить В Приморье, когда была Ела там всяких этих Гребешков Ну, это нормально Икру морского ежа ела Вот это отвратительная вещь И этих ела Морских огурцов Тоже такая весьма специфическая штука Полина Евдокимова Какие будут следующие видео Есть ли какие-то новые идеи? Будет ли новый формат на канале? Да у меня много ещё идей Хотелось бы всё-таки Освоить вот этот вот формат За двумя близняшками То есть я буду ещё пробовать однозначно Много ещё из всяких блюд, которые я бы хотела Заснять Как бы ещё Есть чем заниматься Алина Голд Лисичка Такой вопрос У СМРщиков не входит в привычку В повседневной жизни Кушать так же, как и на видео По звуку? Нет, конечно нет Естественно, я Ну, так громко Не ем В обычной жизни Это делается для того Чтобы вам лучше было слышно Звуки еды Больше мурашек И всё такое Где во время съёмки Находится ваш муж? За кадром рядом с вами И смотрит на то, как вы кушаете Или на работе? Это спрашивают и льви на СМР И шоколадочка-сладкоежка Как ваш муж относится к такой тишине? Как он продерживается не кричать И ничего не говорить? Как я уже сказала Записываю я в основном, когда он на работе Если это происходит в какой-то выходной день И он дома То я просто прошу его 20 минут посидеть И не шевелиться И не дышать А если серьёзно То я снимаю на кухне Он в это время находится в зале И как бы просто там не шумит И следит за Антоном Чтоб Антон ко мне не ломился Маслима Каримова Как вы реагируете на людей Которые не знают, что такое СМР? И передай мне, пожалуйста, привет Привет тебе, Маслима Я абсолютно спокойно реагирую, ребята Когда мне задают в 148-й раз вопрос Почему ты разговариваешь шёпотом? Я всем спокойно отвечаю Потому что это СМР-видео Я была готова к тому, что Не все люди у нас ещё знакомы Вообще с этим понятием Поэтому для меня это несложно Губка Боб Как у вас появился код? Как часто вы читаете комментарии? Если можно, то передайте мне привет Привет тебе, Губка Боб Комментарии я читаю абсолютно все У меня постоянно включён компьютер Где я открыла эта страница Ютуба И выгружены прям все-все-все комментарии Ко всем видео Я её обновляю и смотрю Как у меня появился код? Я его купила за 20 гривен Это где-то около 10 рублей По курсу По нынешнему На ЖД вокзале Ещё в Донецке То есть Бог знает когда Криана Розе Откуда ты знаешь такие вкусные рецепты? Всё жизненный опыт исключительно Пиромансер Если бы ты была полотенцем То каким цветом? Этот вопрос выиграл В номинации Самые оригинальные вопросы Если бы я была полотенцем Я была бы зелёным полотенцем Дина Даниилян Поправились ли вы снимая видео АСМР? Нет Я слежу за своим весом Я не поправилась В принципе ни на один килограмм С того момента Как снимала первые видео Если вам так кажется Мне многие пишут Что там типа щёки округлились И вот это вот всё Это может быть связано с тем Что я первые видео снимала С совершенно другого ракурса Ребята То есть это было намного дальше Камера у меня стояла выше Поэтому я казалась меньше Сейчас я пришла к тому Что важнее всего Чтобы в кадре было больше видно еду Лучше Чтобы это было поближе То есть пересмотрела свой ракурс Поэтому может казаться Что лицо больше Но я не поправилась Блейк Лавли Какое из блюд Которое вы кушали на видео Вам не понравилось больше всего? Только честно У меня было видео такое С шашлычками из морепродуктов И там один из шашлычков Был с осьминогами Или каракатицами Вот это было вообще невкусно То есть я там два кусочка съела И поняла Что не буду это доедать Юлия Воронина Любимая фирма косметики Мне очень нравится Корейская косметика Миша То есть все мои Вот тональные Пудра Уходовые средства Крема Мне очень нравится От этой марки Подводка Не помню сейчас даже Какая у меня То есть в принципе Покупаю любую Черную водостойку Мне главная форма кисточки Тени Мне нравится Герлен Я много лет уже На эту марку использую Тушь Maybelline Ну в принципе и все Вся моя косметика Бай НВА Легко ли тебе удается Совмещать свой канал На ютубе С обычной жизнью В плане Не мешает ли хобби Основной работе Домашним делам Есть ли желание Сменить Сделать себе Другой имидж Сменить цвет волос Или стрижку Я никогда не красила волосы То есть Вот этот цвет Это мой натуральный Поэтому пока Как бы не хочется И стрижку В принципе тоже У меня были Нарощенные волосы Если вы обратили внимание То на первых видео Я была там С такой длинной грифой А сейчас Это как бы Вот моя Натуральная длина волос Может быть Я их потом Опять наращу Но пока нет Насчет совмещения Канала на ютубе С обычной жизнью Абсолютно нормально Я вписалась Просто Ну так получилось Что сейчас я не работаю По семейным обстоятельствам И соответственно Как раз Вот ведение канала И занимает Все мое время Которое могло бы быть лишним Если бы я этим не занималась Полина 95 Была ли у вас С мужем свадьба Белое платье Ресторан гости Да У нас была свадьба У меня было Очень красивое платье Ресторан Гостей было не так много Человек 12 Наверное Мои родители приезжали И все было Как-то вот очень По-уютному Так мне понравилась Моя свадьба Я бы хотела еще раз Пережить этот день Можно много Количество раз Диляра Бурганова Любишь ли ты детей Да Я люблю детей Мне нравятся Малыши И девочки И мальчики И хочется уже Своего пупса То есть я как-то К этому Так отношусь Трепетно Анна Заболис Заболиски Заболиски Извините Если неправильно Прочитала Какой подводкой Ты рисуешь стрелочки Не помню Ребят Честно Какая у меня там Сейчас марка Я обычно Просто обращаю внимание Именно на форму кисточки Мне нужно Чтобы она была Вот не тоненькая Такая знаете Как треугольная И тогда Вот у меня Все отлично получается Дана Мур Как ваш муж Относится К такому роду занятий И не хотел бы Он сняться В одном из ваших выпусков Нет Мой муж Никогда на это Не согласится Это я вам могу Сто процентов дать Потому что Он Предпочитает Оставаться за кадром Относится хорошо Мия Биджанашвили Когда вы купите Хороший микрофон Будет ли видео С поеданием Токпокки Микрофон Мне бы очень хотелось Новый Конечно Как только насобираю Так сразу и куплю Будет ли видео Поедание Токпокки Я не могу их Нигде найти Вот серьезно Я Обрыла уже кучу Интернет магазинов Что-то вот не попадается Именно на глаза И все Хотелось бы попробовать Конечно Даша Дашуля Хотела бы в будущем Большую шумную семью Или маленькую тихую Много детей Я уже говорила Не хотела бы Один Максимум два Жанна Балкарова Твой любимый стиль одежды Кэжуал Наверное Кэжуал Классика То есть ничего Прям экстремального Я не дышу Диана Дейс Передай мне привет Привет тебе Диана Любишь ли ты туфли На каблуке В студические годы Я любила ходить На каблуках И ходила В принципе Сейчас особо нет Потому что мы с мужем Практически одного роста То есть у меня метр восемьдесят два У него метр восемьдесят пять Если я одену каблук То я буду выше Мне как бы этого не хотелось бы Носишь ли сумки Ну конечно я ношу У меня довольно много сумок Снимешь ли когда-нибудь Видео с папой и мамой Не знаю Ну вряд ли Ребята Ну вряд ли No one Что больше нравится Сладкое, острое, горькое Или кислое Ну точно не горькое И не кислое И не острое О, сладкое остается Сладкое Ильнур Ильнур сагидулин Твой любимый напиток Если безалкогольных То это наверное Кола Кола лайт Мне нравится Из алкогольных Шампанское И красное сухое вино Название роллов Которые тебе особенно нравятся Ой, да я вообще все люблю Ну наверное Филадельфия Оралбек Эйзын Десять вещей Которые бы ты взяла с собой На необитаемый остров Вау Загибаем пальцы Спички Нож Палатку Спальный мешок Какую-нибудь книгу Увеличительное стекло Чтоб потом костер разжигать Когда спички закончатся Мужа, если можно Надувную резиновую лодку Нет, просто лодку Не резиновую Это мало ли порвется Ружье Спальный мешок Говорила уже Блин, последняя Соль Все Так Еще один вопрос От этого же автора Твой самый стыдный поступок В детстве Ой, это было Очень стыдно, ребята Мне нравился Один мальчик В детском саду И бог его знает Откуда в моей маленькой Пятилетней голове Я вообще взялась Эта идея Но когда-то На сонном часу Когда все уже Легли по кроваткам Спать А я что-то Последняя там Ковырялась У своего стульчика Раздевалась Я придумала ему Станцевать стриптиз И, короче говоря Я под музыку Начала там Ну, сама пела, естественно И начала там Как-то, в общем Пританцовывать За этим делом Меня застала воспитательница Была просто шокирована А я реально Сама не могла объяснить Ну, видимо Я где-то это Или посмотрела По телевизору Ну, мало ли Знаете, где дети Обычно информацию берут Она проводила Потом воспитательные беседы С моими родителями Типа Не видит ли ребенок Такого у вас дома? Конечно же нет Ну, не знаю я даже С чего мне это пришло в голову Мальчик меня так и не полюбил Кстати Подлец Ты ревнивая Если нет повода То нет То есть я не устраиваю Там уже истерики На ровном месте Там Не требую Срочно Удалить всех баб Из телефонной книжки Все такое Ну, как бы А если повод есть То да Я могу голову открутить Китти Геол Решила ли ты Проблемы с копированием С твоих видео? Такой инцидент был один раз Подписчица Спасибо ей большое Написала мне Что вот увидела Твои видео На перезалитой На чужом канале Я написала в поддержку Ютуба И довольно быстро Их удалили То есть это В течение дня Произошло Иисус Христос Ты встречалась В жизни с кем-то Из подписчиков? Нет Ни с кем Пока еще не виделась Валькирия Сколько времени Занимает съемка? Было ли такое Что видео не получилось И приходится Все снимать заново? Ну, про съемку Уже рассказывала Насчет того Было ли такое Что видео не получалось? Да, было Была такая ситуация Что У меня садилась Батарейка в микрофоне А я об этом не знала И, короче говоря Я сняла видео И потом уже В процессе этого Ну, скинула его на комп Начала монтировать И понимаю Что что-то не то Со звуком То есть он сначала Был прям вообще Тихий-тихий А потом тупо пропал Ну, естественно Поскольку Самое главное В моих видео Это именно звук То пришлось Его не выпускать И последний вопрос Это фальсификатио Фальсификатио Будет ли АСМР С диетическими рецептами? У меня есть уже Видео там С салатом С танцом Что там еще Я такое ела Диетическое Походу все Просто, ребята Если я буду есть Какую-то прям Супер-диетическую еду Там какой-нибудь Омлетик на пару И все такое Ну, на это будет Интересно смотреть Согласитесь Вы же заходите Посмотреть, как я ем Фастфуд По большому Ну, на всякие там Жирные Сладкие Вредные Штуки Спасибо вам, ребята За терпение Что вы посмотрели Это видео Если вам было интересно Не забудьте Поддержать меня Лайками Обязательно Подписывайтесь На мой канал Я вас всех Очень люблю Мои лисята Пока-пока